Ну что, всем привет! Сегодня очередной апдейт о том, как я готовлюсь к шаду и пытаюсь сюда поступить. Что произошло за последнюю неделю? Ну, во-первых, я сдал тест, пришли результаты вчера. Во-вторых, я назначил экзамен на 9 июня, можно было назначить пораньше, но мне чем больше готовится, тем лучше. И в-третьих, пришли мои любимые книжки. Вот их сколько? Не все еще пришли, еще должны прийти Анти Димедовичи, мне их приведет Дима, и Корман, это такая здоровая книга по алгоритмам, она придет тоже чуть позже, на следующей неделе. Вот так вот, книжки пришли, теперь я могу заниматься не только практикой, но и теорией, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот это все мне нужно будет прочесть до экзамена, я не знаю, насколько у меня это получится, но надеюсь, что выйдет. Тем более, что некоторые книги, вот там, статистику, математику, вот эту, я уже читал, потому что это книги мои с университета. Так, продолжаем разговор. Собственно, вот здесь посмотрите обновленный результат по задачам, те задачи, которые я решил, которые не решил. Ну, собственно, к концу 8 июня у меня должно быть здесь все готово. И, кроме того, вот примерный график того, как я буду готовиться в ближайшие дни. Поскольку осталось всего на все три недели, нужно понять, чем я занимаюсь в каждый конкретный день. Что я, когда я уделяю время практике, когда теории, что конкретно я делаю по теории, что конкретно по практике. План достаточно амбициозный, поскольку я собираюсь почти каждый день разбирать по одному из прошлых тестов Шада. Они достаточно сложные. Но я надеюсь, что получится. Но если нет, придется, конечно, тогда поднажать. Вот собственно, апдейт. А основная идея, которую я подчеркнул для себя за последние несколько недель подготовки, заключается в том, что нужно готовиться с помощью других людей. Не нужно пытаться решить все самому, думая, что ты самый умный. Я так делал раньше всегда, когда готовился к Олимпиадам, когда решал домашние задания в школе, когда готовился к экзаменам в УЗИ, наверное, даже. Но это было достаточно неэффективно. Во-первых, потому что я тратил много времени и не мог разобраться, как решать. И даже когда я разбирался, в итоге оказалось, что время потрачено. И не все задачи я мог решить. Но я не хотел признать, что я не могу решить сам. И я бился, бился, бился сколько можно. Сейчас, мне кажется, я стал немножко поумнее. И я стал понимать, что я не самый умный. И это окей. Нужно искать людей, которые умнее меня. Тем более, что их, к счастью, очень много. И я стал их находить. И когда я стал их находить, я стал их просить мне помочь. И процесс ускорился, стал более эффективным. Под помощью я понимаю, на самом деле, две вещи. Первая вещь – это поиск уже готовых ответов в интернете. Ну, это, я думаю, все делают прям обязательно. I must, что можно так назвать. И вторая вещь – это спрашивать умных людей, если ответ не смог найти на первой фазе поиска в интернете. Что касается поиска в интернете, я перерыл уже все форумы DXDY. Это типа форума Uptalk, только про математику и физику. Перерыл Stack Exchange, Stack Overflow по математике, по статистике, по программированию. И среди кучи задач нашел те, которые мне нужны по Shadow. Здорово. Если я не могу решить задачу, я иду туда, нахожу решение, становится гораздо легче. Бывает, что задачу я не могу решить все равно. Даже несмотря на то, что гуглил долго, искал решение, просто потому, что его там еще нет. Ну, что тогда я делаю? Я тогда обращаюсь к куче умных людей, которые умеют разбираться с этими задачами лучше, чем я, и прошу их помочь. За все это время я уже успел очень активно поработать с Димой. И он мне здорово объяснил много всяких приемов по Линалу, Матану и Терверу. Я успел помучить своего младшего брата, который программист в Америке, и который мне в час ночи доказывал, как решать алгоритмическую задачу. И в итоге он очень здорово решил. Я мучил своих любимых подписчиков в ВКонтакте и в Фейсбуке, прося их помочь. И найдя там очень классное решение, кстати. Я писал вопросы в Stack Exchange, MassStackExchange, и мучил там людей. И мне даже там писали очень хорошие ответы. И теперь я зарегистрирую даже на MassStackExchange. И я даже решил помучить Максима Бабенко. Это один из ведущих преподавателей Шада, написав ему вопрос. На что он мне говорил, а зачем ты пишешь вопрос? Это же такая мелочь, он мне ответит. Он действительно не ответил, но всегда нужно пробовать, поскольку если не попробуешь, не ответит точно. И агрегируя вот эту всю мудрость вокруг меня, которая была там и от друзей, и от знакомых, и от интернета, от всего-всего-всего, у меня получается делать некий прогресс по задачам. Даже несмотря на то, что я никогда не проходил формальный курс, например, Линала полноценный. Или Матан у меня был тоже не такой, как на Мехмате. Тервер тоже был сокращенный. Но теперь у меня получается с ним разобраться. Потому что я использую не свои мозги, не только свои мозги, но и мозги других людей. И у них пытаюсь учиться. И, блин, ребят, это очень эффективно. Поэтому советую вам. Никогда не считайте себя самыми умными. И если есть возможность, обязательно обращайтесь за помощью. Это очень сильно сэкономит вам время и позволит построить связи, которые в дальнейшем пригодятся. Да вообще просто подружиться с людьми. Напоследок, задача с интервью в Шар. Я на интервью еще не был, но нашел задачи с прошлых лет. Пьяница выходит из бара. И на расстоянии 10 шагов справа от него пропасть. В каждый момент времени он идет либо налево один шаг, либо один шаг направо с вероятностью 0,5. Вопрос. Какова вероятность того, что пьяница свалится в пропасть? Ответ вы узнаете в следующем влоге. А сейчас пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok